Хэрле РТ на канале Atamonoflife Сегодня начинается мой очередной влог Начиная его с похода в магазин Чувствую, что я сегодня очень тепло оделся И 29 декабря Люди уже всё выкидывают ёлки Это я вам что показал ёлку Хотел этим сказать, что Здесь Новый год Это праздник для друзей То есть собираются друзья и празднуют Пьют, потом стреляют ферверки Но никак это не главный праздник В Германии Так что никакой подготовки К этому празднику здесь нет Здесь уже наоборот всё Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Он пуст, никакого ажиотажа на скупку продуктов нет Все почему? Потому что, как я говорю, здесь это не главный праздник Новый год И здесь его мало кто празднует Просто друзья собираются и празднуют все Здесь в Германии на Новый год не наряжают елки, а уже разряжают елки Не украшают центральной площади городов, а уже убирают все украшения Не дарят подарки, потому что их уже подарили на Рождество Здесь на Новый год не приходит Дед Мороз или Вайнахсман Он приходит опять же на Рождество Так что здесь все, все, все абсолютно по-другому Но все-таки осталась одна единственная взаимосвязь между Германией и Россией Это то, что на Новый год в 12 часов здесь запускают все фейерверки И фейерверки запускают очень массово Продажа фейерверков начинается в Германии с 28 числа и заканчивается 31 числом Все, у нас сейчас время 16.05 Я иду на поезд, потому что сегодня работаю с 17.22 И начинается мой трудовой сегодняшний день Так поздно А что я хотел вам еще сказать Я только сегодня заметил, когда монтировал видео Я об этом как-то не подумал Но сегодня заметил, что влог 33 Это влог, когда в 33 свои года я начал только кататься на коньках Встал на лед первый раз Не начал кататься До катания еще очень далеко Встал на лед То есть 33 и 33 И посмотрев ваши сегодняшние комментарии Прихожу к выводу, что Вы очень добрые у меня зрители И любите мой канал Любите комментировать все мои видео Это классно, это супер Не буду я сегодня вам показывать свою дорогу Потому что вы ее уже, наверное, наизусть выучили Дорогу до Банхофа И дорогу до работы А хочу с вами немножко поговорить на другую тематику Сегодня мы с Инной решали довольно-таки важный для нашей семьи вопрос Вопрос касается финансов То есть мы сейчас, как вы знаете Дополнительно от джоп-центра получаем небольшую финансовую помощь Около 200 евро Около Даже не 200 И вот И мы должны в следующий раз будем продлевать документы До 1 апреля То есть в марте должны будем продлить Но Мы сейчас поговорили И пришли к такому мнению Что Скорее всего А не скорее всего 99 из 100% Что мы откажемся От этой помощи И будем самостоятельно проживать Уже без всяких социальных выплат То есть как бы смотрите В чем заключается вся суть С августа месяца С августа месяца Я начну получать Как третий учебный год У меня так как третий учебный год будет На 100 евро больше То есть они сделают и минус 100 евро еще Там останется ну порядка чуть больше чем 50 евро И смысл получать эти Немножко больше там 50 евро И полностью зависеть от государства Нам это не нужно По поводу того что Нам оплачивают для Глеба Хор Глеб уже не такой маленький Он довольно-таки самостоятельный И он может не ходить на ход И в принципе он изъявил желание Никогда больше не ходить Ну до 1 апреля он еще придет ему походить Если Глеб не будет ходить на ход То он и не будет там питаться Потому что дети питаются только на ход То есть у нас выбывает статья расходов ход Выбывает статья расходов Тогда сразу питание в школе И в принципе посчитав все наши доходы Те деньги которые получает Инна, я Детское пособие в любом случае у нас останется Эти 194 евро Нам с натяжкой Но будет хватать То есть мы самостоятельно будем оплачивать За квартиру И самостоятельно Еще у нас будет оплата за страховку медицинскую То есть медицинская страховка Мы туда сходим Узнаем какие у них расценки Какая у них расценка на семейную страховку И думаю что с натяжечкой Но нам будет хватать этих денег Пусть лучше будет так Чем вот эти стрессовые ситуации Которые у меня были Начиная с сентября До сих пор еще не закончились То есть ответ не ясен Вот джоп-центр по поводу Нашего финансирования Мы получаем определенную сумму Но у нас еще будет возврат денег Нужно будет сделать порядка 300 Даже больше чем 300 евро Это постоянный стресс Постоянная напряженка Постоянное зависение От какой-либо организации От джоп-центра В данный момент Нам не нужна Поэтому будем мы уходить оттуда Так что налогоплательщики Коим и я являюсь Можете возрадоваться Так как семья Артамонова В количестве трех человек Не будет больше висеть На вашей хрупкой шее Потому что вы же платите нам За наше проживание в Германии Все это заканчивается И наша семья спрыгивает с вашей шеи А теперь включусь еще на тему Нового года Так как я сегодня начал Эту тематику Здесь также на Новый год Не готовят Многочисленное количество Различных салатов И не заставляют Этими салатами Другими горячими блюдами Праздничный стол Так как Я вам уже об этом говорил Этот праздник для друзей В основном Новый год Собираются друзья Приносят с собой Алкогольные напитки Зачастую это большое количество пива Водка в том числе Небольшие какие-то закусочки И все на этом Пьют Пьют Еще раз пьют И немного закусывают Таким образом Празднуется здесь Новый год И так все Я отработал Сейчас у нас время 22.05 Я иду на поезд В принципе Можно спокойно идти Не торопясь И я вот отдел капюшон Так как у нас на улице Не холодно А идет дождь Идет мелкий-мелкий дождь Хотя сегодня Уже 29 Декабря На улице Тепло Довольно-таки тепло Я скажу Градусов 6 Может даже 7 С плюсом И идет Дождь Сейчас я подним вокзал И потом вам более подробно Расскажу Как сегодняшний день День мой Прошел Так все Я пришел сейчас На вокзал Город Апольдо И Как я говорил Я расскажу вам Как прошел Сегодняшний день День прошел Довольно-таки Спокойно Гостей Были гости Конечно Не так много Как допустим На Рождество Сейчас сравнись С рождественским праздником Потому что Именно На Рождество Было действительно Много гостей И Было Одно место В мыле Сейчас Такого нет Не было Точнее Поэтому Пошло все нормально Тем более Работал сегодня Опять же 5 часов Завтра у меня Нормальный ШП 11 То есть Вторая смена С 14 До 22 Я буду работать А Вот уже потом 31 Сразу Ухожу В первую смену И Это сложно Потому что Где-то в 11 Я буду Также дома В 11 Буду дома Мне Не нужно Мне нужно Уже Будет Выдвигаться На работу В 7 Да В 7 Утро Выходить Нужно Будет Потому что Я там С 8 Работаю С 8 Или с 9 Надо посмотреть Точно Ну рано То есть Как бы Пришел Поспал И быстренько На работу А когда Работаешь Во второй смену Постоянно Привыкаешь К другому Графику И вот Сейчас Я приду Домой Я спать Только лягу Где-то Наверное Как минимум В час А может быть Два Иногда Я даже В три Ложусь Поэтому В этом плане Сложновато В плане С графиком Так У нас Сейчас Время Ага У меня Осталось 4 минуты До поезда 5 И потом Поеду Ева Польда Так что Сегодня день Прошел Замечательно Хорошо Сейчас Приеду домой Буду монтировать Сегодняшний Влог Поэтому Думаю Что я сейчас Скажу вам Всем большое Спасибо За просмотр За то Что смотрите Мой канал За то Что смотрите Мои видео За то Что вы Ставите лайки За то Что ставите Дизлайки За то Что вы Пишите Комментарии И вообще Не забывайте Про меня И интересуйтесь Моей Ежедневной Жизнью Здесь В Германии Потому что Именно в своих Видеоглобах Я рассказываю О настоящей Без всяких Приукрас Без всяких Там Там подобное Всяких вещей Жизни в Германии То есть Как оно есть Если я хожу Повседневно на работу По одной и той же дороге Значит вы ходите Со мной Повседневно По одной и той же дороге Если я делаю Одну и ту же работу Ежедневно Значит вы со мной Тоже Можно сказать Присутствуете Потому что Я вам об этом Рассказываю То есть Все как есть На самом деле Так я вам И показываю На своем канале Поэтому Те кто еще не подписался На мой канал Подписывайтесь Я буду этому Очень рад После того как Подпишетесь Пара идет После того как Подпишетесь Обязательно Нажимайте на колокольчик Для того Чтобы самым первым Знавать о всех тех Видео Которые выходят На моем канале Артамонов Лайф Пишите также Комментарии Ставьте лайки Я прощаюсь с вами До завтрашнего дня До завтрашнего Видео Влога Всем Безбальд Чус